Мы находимся в парке Победы, где в самом разгаре проходит выставка военного вооружения и техники, которая была захвачена российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. Здесь представлено более 30 образцов военной техники разного производства. Это и США, и страны Европы, и Турции, и других стран. Выставка продлится до 31 мая, поэтому у всех желающих еще есть время приехать сюда, чтобы увидеть масштабы военной техники. А мы сейчас поинтересуемся впечатлениями у посетителей. Выставка очень потрясающая. Тут видно сила русского оружия. Конечно же, это одухотворяет. И я думаю, конечно, победа будет за нами 100%. Парни, которые все это сделали и притащили эту, и завоевали технику, они, конечно, настоящие герои. Я езжу очень часто в зону специальной военной операции на линию соприкосновения и парням читаю свои стихи. Ну, не только стихи. Ты знаешь, что я еще и пою, но сегодня петь не буду. Прочту стихи. Да, прочитай несколько строчек нам бы хотелось. Здесь поля воронками изрыты. За добро сражаемся в бою. Здесь в огне рождается элита. Защищай родину свою. Этот мир, добром, священным меряем, за него умеем воевать, мы вернемся. И кто в нас не верил, перед жизнью будет отвечать. Ну, лично я пришел на эту выставку с целью посмотреть на технику, потому что, ну, многие мои знакомые уже побывали на этой выставке, и они сказали, что, ну, просто как для общего развития взглянуть на технику. Тем более, я в своей жизни ни разу не видел так близко военную технику, и для меня это какой-то новый опыт. То есть, ну, это довольно интересно для меня. А какие-нибудь патриотические чувства вызывает выставка? Да, определенно вызывает. Это в очередной раз подчеркивает всю мощь нашей Родины, то, что мы никогда не сдаемся, идем вперед. Вы сами всегда видите, против кого сражается Россия. Против всего мира, можно сказать. Здесь собрал всю коллекцию НАТО. И вот как после вот этого увиденного, да, вот люди еще говорят, зачем, для чего. Вы же понимаете, что происходит. Если бы мы не защитились от врага, то враг бы пришел в нашу территорию. А так мы даем отпор, и дай Бог, это с Божьей помощью скоро закончится. И победа будет за нами. Выставка разделена на несколько тематических зон. Посетители могут узнать страну производителя, тактико-технические характеристики трофеев, а также обстоятельства, в ходе которых техника была завоевана. Все образцы трофейного оружия представлены на открытой площадке. Среди экспонатов американский танк «Абрамс» и немецкий «Леопард», которые считались практически непобедимыми. Продолжение следует...